Ээээ... Я что-то перестаю понимать, что со мной происходит в последнее время. Я, конечно, сплю вроде бы нормально, да, хоть и поздно ложусь, но, в принципе, по часам сна я всё восполняю. Так какого чёрта со мной происходит? Хм, да более знакомая музыка из Hitman Contracts, которую я слышал ещё также в модификации Winter of Death Ultimate. Ну, неважно. Всем привет, дорогие друзья, с вами Хлеб, и сейчас перед нами модификация Winter Sniper. Назов Припяти. Мне просто захотелось как-то немножечко зимней атмосферы, да и как-то, знаете, это единственная более-менее новая модификация и куда более продолжительная, чем Бонзай. Поэтому вот мы и здесь. Приветствую, Барс. Я лидер группы Монолита в Припяти. Для меня честь беседовать с одним из самых верных слуг его. Мне доводилось слышать, что ты один из лучших наших снайперов. Приветствую, Гарм. Возможно, предпочту показать себя на деле, а не на салах. Будь уверен, у тебя выпадет такая возможность. Нынче в Припяти неспокойно, потому нам понадобилась помощь со стороны ЧАЭС в твоём лице. К тому же зимнее время года вносит свои особенности. Что ж произошло? После отключения выжигателя мозгов, группировка лишилась одного из самых эффективных своих оружий. Мы единственные, кто стоит на пути неверных ЧАЭС. И сейчас подходы к станции киш-мя-кишат сталкерами. К тому же, как я уже сказал, с наступлением холодов, помимо врагов, нам приходится бороться ещё и с риском обморожения. Обморожение? Можно подробней? Усиленный аномальным климатом зоны, зимний катаклизм может представлять особую опасность, так как температура обычно держится возле достаточно низких значений. Внимательно выбирайте экипировку. Каждый комбинезон защищает от холода по-разному. Если же ты почувствуешь первые признаки обморожения, в этом случае экран будет покрываться льдом. Экран будет покрываться льдом. Вы понимаете, что вы уже убиваете эффект погружения такими надписями? Это можно было в качестве какой-нибудь сносочки сделать там сообщение в ПДА. Ну да ладно. Ищи ближайший костёр или испей горячительных напитков. Лучше всего греет костёр или чай. Однако в критических ситуациях можно использовать и водку. Что я... Понял. Постараюсь не замёрзнуть. Отлично. К слову, зима интересным образом повлияла на аномалии и артефакты. Аномалии изменили свой внешний вид, а вот артефакты по какой-то причине стали видимыми. Когда раньше мы использовали специальные детекторы для их обнаружения, сейчас при полной внимательности их можно увидеть и так. Однако, будь осторожен. Каждый тип аномальной активности излучает свой спектр вредных частиц, от которых может защитить только комбинезон. К примеру, вокруг большого скопления электрики, ты наверняка почувствуешь головокружение. Вследствие действия на разум сильного электромагнитного поля. Буду иметь в виду. Хорошо. Теперь, что касательно задания. Мы получили сведения... Чёрт! Судя по всему, сюда движется группа наёмников. Так, приготовиться к отражению атаки. Барс, займи позицию, поговорим после. Как раз проверим тебя в деле. Слушаюсь. Эй, боец, а ну не спать, у нас тут атака. Совсем разбушевались. Ну-ка, кто тут у нас? А вот, собственно, и гости. Вроде... Всё, вот теперь точно всё. Хорошая работа. Ты в самом деле настолько хорош, насколько о тебе говорили. Есть, тебе нужны будут средства. Тебе стоит обратиться к нашим братьям. Думаю, у них найдётся для тебя задание. Благодарю. Только что мы получили сигнал с ОСКПК нашего брата. Его зовут Нибелун... Нибелунгом. Господи, кто ему мина придумывает? Судя по всему, он попал в беду где-то в районе больницы. Тебе стоит проверить эту точку. Я пошёл. Так, а что он там про других говорил? Так, лекарь... Гайкин... И гоблин. Дим Юрьевич, это вы? Гарм посоветовал поговорить с тобой касательно некой работы. Да, очень даже своевременно. Приноси мне всё, что найдёшь. За каждый документ получишь четыре штуки. Ой-ой-ой, наши его убили. Так, а вот у нас медбрат с целительной банкой воздуха. Так, меня зовут Барс. Гарм посоветовал обратиться к тебе касательно работы. Я благодарен нашему лидеру за это. Да, работа действительно есть. Недавно наши братья на юге Припяти получили посылку с различными медикаментами. Однако, что-то с ними произошло. Пронеси мне лекарство. А куда делся техник? Чё-то я гулял его, не мог его найти. Да... Бедолагу аж в парашу засунули. Моё имя Барс. Лидер сказал, что у тебя может быть задание для меня. Время от времени для проведения специфических модификаций я использую частицы артефактов зоны. И тебе нужно, чтобы я принёс этот артефакт с того тайника, верно? Да, но не всё так просто. Держи. Что это? Артефакт сей способен генерировать импульс неизвестной природы. Плащ, который я тебе дал, был изготовлен мною из другого не менее редкого артефакта. Молоко ночи. Будь осторожен, если пытаться перенести артефакт без этого плаща, верная смерть. В любом случае, сигнал СОС. Давайте с него начнём. Нам по пути как раз. Так, тем временем мы в госпитале. И нам нужно найти этого человека, который послал сигнал СОС. Но учитывая, что у меня нет миникарты, я фиг пойму вообще, правильно ли я иду. Однако, в принципе, глянув на метку, я примерно догадываюсь, где это. Судя по всему, мне надо на этаж повыше. Понятно. Классическая ситуация, когда надо прийти на сигнал СОС, но ни жмурик и ничего, мы видим только КПК. Что ж там хоть написано? Последняя запись на КПК гласит, неверные идут за мной, настигают, великий монолит, за что ж ты так со мной поступил? Дальше слышится звук глухого удара и чей-то голос, приглушённый противогазом. Волкодав, гаврика скрутили, доставляем в КБУ юбилейное. В принципе, логично было бы сходить в КБУ, но почему-то задание говорит нам отдать КПК. Ну ладно, мы пока туда не спешим, идём в магазин книги. Ну тут гадалкой быть не надо, что уже как бы по голосу вояк понятно, что случилось с теми ребятами, которые должны были доставить посылку. В общем, без боя не обойдётся, это я вам точно говорю. Есть ли у меня гранаты? Отлично. Сейчас устроим им небольшую диверсию. Здорово, ребята. Здорово. Попробуем по... Куда? По одному всех. Чувак-то очень меткий. Чики-брики. Оу! Так. Я должен был этого ожидать, но что-то как-то не вышло. Так. Ну, скорее всего, да, вот оно. То, что мы ищем, но для начала, думаю, что потом в случае чего не бегать, давайте соберём с них пожитки. Правда, чувствую, передвигаться придётся семимильными шагами, учитывая свой перегруз. Да и, скорее всего, ещё ящик весит немало. Да! Кстати, я не просто так в самом начале сделал ремарку к Winter of Death Ultimatum, потому что, сдаётся мне, что всё-таки за основу была взята именно эта модификация, а точнее локация Припять оттуда. Господи. Чуть в очередное приключение не вляпался. Даже если это и так, или не так, то я не думаю, что это играет большую роль, просто стало на время любопытно. Если вы знаете что-нибудь об этом, то обязательно напишите в комментариях. Планы, конечно, немножечко изменились по поводу вот достать из тайничка артефактик заветный. Мы за ним пойдём, но чуть позже. Сначала отдам всё-таки вот этот контейнер тяжеленный нашему другу-медику. Так, друг мой милый, в общем, южной точки монолита больше нет. Её заняли военные, забрал у них посылку. Плохо. Поставщики снаряжения не могут доставлять товары напрямую сюда. К сожалению, сейчас мы не обладаем нужными ресурсами для этого, но есть другой выход. Как-то я обнаружил интересные образцы растений, из которых получается эффективный анестетик. Как правило, они любят дома и различные подвальные помещения. Ух, холодина. Не, будь моя воля, я бы, конечно, не шёл бы за этим артефактом, но раз уж взялись за работу, то надо её выполнять. Тем более, в такой тонкой курточке, конечно, жизнь с сахаром казаться явно не будет. А ещё вот места чересчур экстремальные. Но, да, будем всё-таки этот артефакт, и уже можно будет в нормальной обстановке чайку попить и одеть нормальную одежонку. Так, вот он, артефакт. Вот он ещё один артефакт. Всё. Я валю отсюда. Знаете, кто-нибудь бы мне уже сказал, да сними ты эту тонкую кожаночку, одень ты нормальное пальтишко, и не будешь ты мёрзнуть. Знаете, ребят, вот это с вами происходит, если вы всё-таки не следуете инструкциям. Так, давайте поспешим избавиться от этого груза. Так, вот, отлично, держи. И ещё кое-что. Надеюсь, не очередная побегушка. Почти. Не всегда можно обнаружить под рукой запасные детали. Да. Я не вижу, куда стреляю. Прицел сливается с природой. Блин. Я должен спасти здесь. Я застрял. Пока, ребят. Теперь как-то отсюда выбраться. Жить! Всё. Я жив. Ладно, чувствую какую-никакую программу минимуму я выполнил. Бегу на базу. В общем, сейчас постараюсь объяснить, для чего всё это вот мельтешение было. Мне нужно всё-таки найти себе одёжку как-то получше. А то постоянно хлебать чай как-то, ну извините меня, не прельщает. Не, как бы я не против чая. Я люблю чай. Но боюсь, мочевой пузырь у нас не такой большой. Да и как-то, извините меня, чая не напасёшься. Давайте всё это спаяю. За весьма, кстати, неплохую цену. И что у нас очень хорошо согревает? Конечно же, экзоскелет. Экзоскелет в начале игры, это нормально, ребят. Кстати, я забыл ещё продать душу. Как двусмысленно звучит. В любом случае, всё, мы теперь при оружии. Надо было у медика выкупить только медикаментов. Ну а теперь самое время, наконец-то, к сваденькому перейти, к основной сюжетке. Проверил район больницы, Нибелунга похитили. Судя по всему, он сейчас находится где-то в КБО-юбилейном. Похититель называет свой лидер Волкодавом. Чёрт. Волкодав — это лидер здешних наёмников. КБО-юбилей на их базе. Нибелунг был нашим хранителем, так как мы называем приближённых к монолиту слуг. Ему известно много того, что никогда не должно узнать неверные. Предлагаю штурм. Именно. В районе старой школы тебя будет дожидаться отряд. Думаю, снайпер, им точно будет очень кстати. Возьмёшься за работу? Почту за честь. Как-то даже уже и не снайпер, переквалифицировался в обычного штурмовика. Вот, купил я, значит, экзоскелет, у которого, простите меня, отличная термозащита. Но при этом, вы видите, вот эти корки льда по бокам экрана. И то, как медленно, наверное, у меня хп отнимается. Блин, чтоб я ещё раз повёлся на рекламу. Хотя, возможно, ему всё-таки немножечко холодно от того, что он забыл шапку одеть, как мама обычно нам говорит. Благодарим тебя за то, что раскрыл слугам твоим козни врагов наших. Озари сиянием твоим души тех, кто отдал жизнь во исполнение воли твоей. В бой, защитники Монолита! В бой! Отомстим запавших братьев наших. Да будет благословенно вечное их единение с Монолитом. А ведь смогли сэкономить кучу времени, пока вы тут вот распрягались, ребят. Вот поэтому я не люблю этих наркоманов. Чёрт, а он прочный. В принципе, он в их зебу. Очень удивительно. Только я, правда, сейчас манёвренности потерял. Это чё, я своего убил? А, не, всё в порядке. Наверное, так и надо было. Это, возможно, был предатель. Давайте на этом пока, как бы, договоримся. Меня немного смущает то, что вот отдачи вообще никакой у ружья нет. Это странно. Это на самом деле очень странно. Привет. Внимание! У нас раненый! Пока. Тем временем, мы продолжаем защищать эту базу. Наемники по-прежнему нескончаемы у нас. Чё-то я никого не увидел. И тут тоже никого не было. А, вот ты где! Господи! Ну, это уже финал, как бы, крыша. Почти. Так, ну кто-то перестрелится, значит, ещё кто-то жив. Опа! Смотрите, что нашёл. Небанальные деньги. Можно продать торговцу после завершения квеста Зимний Хаос. Отлично! Ага, он на этаже повыше. Я немножко ветвь переборщил, когда падал. Ой. Ничего не было. Всё в раке. Так, ребята, вы там наверх целитесь, да? Значит, мне надо этажом выше. Вот он! Но это ещё не всё. Внезапно. Может, я здесь где-то упустил наёмника? Ну, просто предположить так. Кто-то мог подумать. Наемник будет прятаться в сортире. Да. И тут фраза «мочить сортире» заиграла новыми красками. Так, обследовать пятый этаж. База наёмников уничтожена. Настало время узнать, где они удерживают небиланга. Он должен быть где-то на пятом этаже. Странным. Вот тем временем я вроде как пробегал пятый этаж. И чё-то как-то никаких нивилунгов там не встречал. А это не он часом? А, это всё понятно. Мы искали всё это время труп. Что это? Записка небилунга. А ну-ка. Записки говорится о неком артефакте «Ледяное пламя». А, что? Вот, значит, что они искали. Артефакт обладает способность телепортации носителя в любое место. Понятно. Я постараюсь заполучить артефакт первым. Понятно. Даже читать ничего не надо. Найти недостающий компонент. Это что? Для этого нужно заполучить два недостающих компонента из найденной записки и загадки. Короче, ясно. Но этим мы займёмся, ребята, уже в следующий раз. А пока что давайте-ка на этом завершим на сегодня наше приключение. С вами был я, Хлеб. И... Ну, всем до следующего видео. Всем пока!